Но, к сожалению, наши успехи в экономической интеграции и кооперации с Россией и многочисленными дружественными странами, ну, никак не дают покоя злопыхателям, которые только спят и видят восстания, диверсии, теракты. Мы эти сигналы видим, отслеживаем. И с учетом нынешних вызовов продолжаем оттачивать навыки своей защиты. Наша территориальная оборона трансформируется из обеспечивающей в полноценную боевую систему. Это заявил министр Виктор Хренин во время сбора руководителей областей в Гомеле. Глава ведомства также напомнил слова президента, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. И в случае любой агрессии ответ будет быстрым и жестким. Александр Камович продолжит. Силы территориальной обороны заметили подозрительных лиц в районе моста неподалеку от Гомеля. Разведка выяснила, что на нашу территорию проникла диверсионно-разведывательная группа. Их задача – подорвать один из мостов через СОЖ. Терраборона первой дает бой. На помощь прибывают силы специальных операций. Десантирование, бой, уничтожение противника. У белорусского десанта все отработано. Это лишь замысел учения, но чтобы быть готовыми к реальной ситуации, такие сценарии сегодня разыгрывают для руководителей области. Обстановка заставляет быть не просто на чеку, но и в реальной боевой готовности. Для выполнения мероприятий, в том числе в рамках этого сбора по военной безопасности, в Гомельской области было признано 134 военнообязанных из города Гомеля и из города Мозыря, которые сегодня выполняют задачи по обучению. В конце учебного сбора военнообязанных будут проведены командно-штабные улучшения. Терраборона сегодня уже неотъемлемая часть в защите страны. Силы формируют во всей Беларуси готовность уметь направить. Эту силу – навык, буквально необходимый для руководителей регионов. Буквально от границы не более 30 километров. Фактически за территорией нашей границы, которая Гомельская область граничит, более 600 километров, идет настоящая война. И задача сегодня силового блока вооруженных сил и территориальной обороны – защитить страну. Мы должны учиться, тренироваться, понимать, как это делать. И люди, которые живут в Беларуси, в Гомельской области, должны четко понимать, что при случае угрозы мы всегда их защитим. Гомель для учения выбран не случайно. Граница с Украиной под постоянным контролем вооруженных сил и пограничников. Впрочем, последние события в России с проникновением ДРГ на территорию Белгородской области показывают, что готовы должны быть и местные силы ополчения. Укрепрайон – технология, мягко говоря, не новая. Как говорится, проверена веками. Но оттого оно не теряет актуальности. Если для военных тоже ротиокопов или создание блиндажей вещь привычная, то для террабороны это очередной урок. Сегодня губернаторы не просто менеджеры, но и многофункциональные управленцы. По-военному довести до руководителей областей тенденции и где-то научить тактике руководства подразделениями уже необходимость. Как заявил министр обороны в Беларуси, сегодня территориальная оборона трансформируется из обеспечивающей системы в полноценную боевую. В непосредственной близости от нас идет вооруженный конфликт. Конфликт, где гибнут люди. Мы знаем, что конфликт направляется Соединенными Штатами при поддержке Запада. И мы просто в нынешней обстановке обязаны реагировать и думать про безопасность и оборону нашего государства. Мы это делаем ради только одного, чтобы наши люди были уверены в будущем, спокойно могли растить детей, жить на нашей мирной земле. Не только тактика, но и практика. Финалом учения стало первенство по стрельбе из оружия. Это, по сути, реализация одного из требований президента. Готовность каждого лично защищать страну. Александр Камович и Дмитрий Чумак, агентствователь новостей.